Давайте вместе с вами посмотрим и порассуждаем о том, о чём проповедовал Иисус. О Царстве Небесном. Мы уже слышали это место. Немножко раньше, 4 глава, 23 стих написано, «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя, что Евангелие Царствия». Иисус Христос проповедовал Евангелие Царствия. Когда у него появились ученики, пришло время, он направил своих учеников в города израильские и говорит, «Идите и проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Что означает «приблизилось Царство Небесное», что это за Царство Небесное? Об этом я хотел сегодня немножко вместе с вами порассуждать, ответить на несколько вопросов, рассмотреть, что это за Царство, как попасть в это Царство, или кто может попасть в это Царство. И какие качества или характеристика людей, которые попадают в это Царство. Итак, что это за Царство? Иисус Христос и ученики проповедовали, что это Царство Небесное, оно приблизилось, уже близко. Интересно, что евреи, они ожидали Мессию, они знали, что Он должен прийти, они знали, что Он должен их избавить. И они правильно понимали, они просто неправильно это себе представляли. Скорее всего, евреи ожидали, что Царство Божие и Царство Небесное, о Котором проповедовали ученики, о Котором проповедовал Иисус Христос, будет не что иное, как государство Израиль, которое будет освобождено Мессией Христом от римского ига. И в этом они видели Иисуса Христа. Когда Он пришел, они ожидали, что Он их именно от римлян и избавит. Но в этой проповеди Иисус Христос дает ясно понять, что Царство Небесное и Царство Израиля – это две совершенно разные вещи. Кроме того, не все израильтяне автоматически попадают в Царство Небесное, хотя большинство из них на это и рассчитывали. Более того, здесь идет четкое разделение между земным Царством и Царством Небесным, показывая несовершенство и нестабильность всего, связанного с земным Царством. Что это означало? Это означало, что некоторые приверженства земного Царства и некоторые патриоты этого земного Царства могли оказаться далеко от Царства Небесного. И, с другой стороны, те, которые являлись или стали гражданами Царства Небесного, не обязательно будут успешными в Царстве земном. Скорее всего, даже в земном Царстве приверженцы Царства Небесного, как мы уже читали, будут непоняты, гонимы, их будут обижать, их будут несправедливо преследовать. Мы сегодня утром слышали проповедь вторая была о том, что Богу угодно, когда нас несправедливо притесняют, гонят. Почему? Потому что в этом земном Царстве мы непонятны людьми. Это земное Царство, оно не воспринимает Небесное Царство. И вот эти люди, которые являются частью Царства Небесного, вот такое вот у них в земном Царстве случается. И приведу ещё один пример. У евреев было достаточно прообразов, чтобы эти вещи видеть. Вы знаете, что в книге «Чисел» есть такой стих, Моисей пишет о себе, «Моисей же был кратчайшим из всех людей на земле». Иногда мы смеёмся, улыбаемся на этот стих, и думаем, вот этот человек сказанул о себе, да? Ну вот так вот. Наверное, самый скромный тоже ещё был. Раз такое сказал. Но когда мы смотрим на вот этот стих и на самого Моисея, как на прообраз Иисуса Христа в Ветхом Завете, а давайте посмотрим, как является Моисей прообразом Иисуса Христа в Ветхом Завете. Он оставил богатство, он оставил титул, он пришёл к народу, который его не очень воспринимал, народ жестоковыйный, непослушный. Он вывел его, он ходатайствовал за него. И он стоит перед Богом и говорит, «Господи, я что, родил этот народ, почему я должен вот так вот?» И это был кратчайший человек. Он был пророком Иисуса Христа, который пришёл на эту землю. Он оставил титул, он оставил богатство, он оставил всё и пришёл к народу, который не принял его. И мы читаем место, где Иисус Христос говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, Я успокою вас, возьмите иго моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирён сердцем». Моисей, который был прообразом вот этой кротости, которая пришла с небес, умолилась, пришла к людям, «Возьмите иго моё на себя». Евреи не могли понести иго закона. Христос приходит и говорит, «Иго моё благо и бремя моё легко». Я кроткий. И если вы будете похожи на Меня, посмотрите, мы сегодня в пятом стихе написано, в пятой главе, «Блаженны кто кроткие, ибо они наследуют землю». Какую землю? Речь идёт не о земле в Израиле, речь идёт не о земле на Украине, в Америке здесь, речь идёт о земле в Царстве Небесном. Наследуют эту землю, как евреи наследовали Израиль, так и кроткие, которые берут пример с Иисуса Христа, наследуют землю Царства Небесного. Чем же отличается земное Царство от Небесного? Дальше в Нагорной проповеди Иисус Христос говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Временное и Вечное. Земное Царство временное, где можно потерять, где всё пропадает, где всё превращается в прах, и Вечное, где всё остаётся навечно. Куда мы вкладываем? Есть выражение «время – деньги». Время даётся всем одинаковое и богатым, и бедным, и образованным, и необразованным. И вот это время даётся нам для того, чтобы или мы могли здесь заработать как можно больше, или мы могли заработать и вложить туда как можно больше. В Америке миллионерам быть рискованно. Почему? Потому что если ты будешь свои деньги вкладывать в биржу, то там можно хорошо заработать, но скорее там можно ещё быстрее потерять деньги. Если будешь вкладывать деньги в банк, и ты положишь в банк несколько миллионов долларов, мы знаем, даже в прошлом году в Калифорнии множество банков обанкротилось, и государство гарантирует вам возврат всего лишь, и то спасибо государству, которое подняло лимит на 250 тысяч долларов, а долгие годы были 100 тысяч. Я положил 10 миллионов в банк, и мне государство вернёт всего лишь 250 тысяч. Всё может пропасть. Что же мы можем инвестировать? Что мы можем брать с собой, чтобы оно оказалось там, в этой сокровищнице на небе? И вот здесь, почему я и сказал, немножко вступления к своей проповеди. Наши дела играют большую роль, как верующих людей. Мы этими делами не спасаемся, но это те дела, которые откладываются в нашу вечную сокровищницу. В Откровении мы читаем слова, но это то, что идёт за нами в вечность. Это то, где мы можем помочь нашему ближнему, который находится в нужде какой-то. Мы этим не зарабатываем спасение, но это то, что идёт за нами в вечность. Это то, что будет в Царстве Небесном, где воры не подкапывают, где не крадут. И вот здесь важно, чтобы если мы, верующие люди, наши дела, наши плоды духовные, они отражали действия в нашей жизни. Кто может попасть в это Царство? Такое ощущение, что Иисус Христос здесь проповедует, Он говорит уже людям, которые всё это понимают, как туда попасть. Но в Священном Писании мы находим одно место, которое конкретно объясняет, как именно в Царство Небесное человек может попасть. И это очень важно. Иисус сказал в ответ. Мы сегодня это место слышали, приводилось оно утром на Первой проповеди, когда Никодим, один из книжников, из фарисеев, пришёл к Иисусу ночью для беседы. И Иисус Христос ему говорит, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Делай, сколько хочешь добрых дел, но если ты не родишься свыше, Царствие Божие, о котором здесь идёт речь в этих трёх главах в Нагорной проповеди, ты попасть не сможешь. А как же в Него попасть? В этой же Нагорной проповеди Иисус Христос открывает определённые истины людям. И Он говорит, «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». А почему многие идут ими? Потому что легко, накатано. Смотришь вокруг и думаешь, «Ну не могут же вот эти все люди, которые идут рядом со мной, все ошибаться. Значит, нормально, не я же один так живу в моей жизни». Да, суета, да, нужно работать, да, нужно пахать, да, нужно заработать, поехать отдохнуть, как белка в колесе. «Ну что, все же так живут?» Иисус Христос говорит, «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Немногие находят их. Но в то же время Иисус Христос говорит, «Просите, и дано будет вам, ищите и найдёте, стучите и отворят вам». «Ибо всякий, просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». О чём здесь речь идёт? Дальше он говорит о том, что Господь, Отец Небесный, Он предоставил возможность всем вот этим людям, которые идут широким путём, Он предоставил возможность найти, если будут искать, если будут стучать. И отворится это им. Итак, чтобы попасть в Небесное Царство, нужно поверить и быть рождённым свыше. Итак, какие отличительные качества гражданина Небесного Царства? Какие люди там будут? Это не те люди, которые заработали себе вход, но те люди, которые туда попали, помните, как в притче о брачном пире, которые люди приглашены были из переулков, из улиц, из позворотин, они пришли, и какая была отличительная черта всех? У всех была брачная одежда. Один попал без брачной одежды, и он не смог там находиться. Итак, вот эти люди, которые там находятся, характер этих людей, он соответствует характеру этого Царства. Апостол Павел Колоссянам в третьей главе пишет интересные слова, интересную мысль он раскрывает. С первого стиха он говорит и так, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит о десную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Он обращается к верующим людям и напоминает им, говорит, «Если вы воскресли со Христом, вы же понимаете, что вы воскресли, поэтому вы должны искать теперь горнего. Ваш характер должен изменяться, ваш внутренний человек должен изменяться». И он говорит, «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и дало служение. Теперь отложите всё, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, во что? В милосердие, в благость, в смиренно-мудрее, в кротость, в долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто имеет жалобу, как и Христос простил вас. Вот это характер гражданина Небесного Царства. Когда-то мы были там, а сейчас мы граждане Небесного Царства. Апостол Павел нам говорит, снимайте вот этого ветхого человека, оденьтесь в нового, и этот новый человек должен иметь вот такой характер. Милосердным быть, благостным, смиренно-мудрым, кротким, долготерпеливым. Вот это описание человека, который находится в Царстве, который чувствует себя там дома. И Он говорит, чтобы мы это поступали по образу создавшего нас. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Высокая цель, очень высокая. И я могу иметь два отношения к этому. Я могу сказать, ничего себе высокая цель, да никто её не достигнет, не буду и стараться. Или я могу сказать, вот эта цель, это мой Отец, это мой дом, это моё царство, это цель, к которой я хочу стремиться и быть похожим. Будьте святы, потому что я свят. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Дети учатся у своих родителей. Хотим мы этого или нет? Буквально вот несколько дней назад готовлюсь к этой проповеди, слышу, как мой младший сын в зале занимается на фортепиано. И иногда у него есть такая способность, просто главное, чтобы что-нибудь играть, и тогда папа таким слухом где-то слышал, что играет, и я думаю, что он играет, делает домашнее задание, а он брынькает. И я понимаю, что оказывается он играет не по нотам, брынькает, и я уже думаю, сейчас пойду и займусь воспитанием. Не успел я встать, как в комнату, в зал туда входит, слышу старший мой сын, один из старших сыновей, и говорит ему, играй нормально. Вот таким тоном. Тот ему там что-то ответил, он говорит, по нотам, со счетом. Те, у кого из вас дети учатся, те понимают, о чем речь идет. Интересно, знаете, что я удивился? Он сказал все те фразы, которые я только что собирался говорить своему младшему сыну. И не просто он сказал те фразы, которые я собирался говорить, он сказал таким же тоном, которым я собирался говорить. Даже наш голос похож. И мне стало неприятно, что он своему брату говорил вот так грубо. А с другой стороны, я себя поймал на том, что он научился от меня, потому что я не один раз вот так своему сыну говорил от отца. И словам научился, и тону. И я понял, что мне есть куда стремиться. Мне есть стремиться быть похожим на моего отца небесного, чтобы мой характер был такой, как характер отца моего небесного, чтобы я стремился к этому совершенству. И если мне этого хочется, как дитю Божьему, я нахожусь в Царстве Небесном. Граждане Небесного Царства к этому стремятся. Не всегда это получается, но они этого хотят. Это те люди, которые нищие духом, постоянно чувствуют нужду в Господе. Их есть Царство Небесное. Это те, которые плачут, это те, которые кроткие, это те, которые алчат и жаждут правды. Это милостивые и чистые сердцем. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, говорит Господь. С другой же стороны, если во мне нет стремления к перемене одежды в нового человека, если в моей «христианской» жизни нормальное явление — это присутствие гнева, ярости, злобы, злоречия, сквернословия, то это не свет, это не соль. Это, возможно, что-то похожее, похожее на вид соли, но совершенно бесполезное для применения. Время подходит заканчивать. Братья и сёстры, давайте проверим себя. Являюсь ли я на самом деле гражданином Небесного Царства? Соответствует ли моё сердце, мой характер, мой внутренний человек обществу Царства Небесного? Или я просто довольствуюсь исполнением вот этих законов, о которых говорил Иисус Христос, внешних правил, повелений, как это делали фарисеи, не имея любви ни к Богу, ни к ближнему. Я никого не убил, я ни с кем не изменил супруге, я никогда никому не говорю «клянусь», галочки все стоят. Но характер мой гневливый, за мельчайшей проступки ближнего я выхожу из себя. Глаза мои не стесняются изменять моей супруге, даже когда я рядом с ней сижу. Моё «да» и «нет» может означать совершенно противоположные вещи в зависимости от ситуации, в которую я попал. «Мне легче жить по правилам и закону, чем жить по принципам, рассказанных Иисусом Христом». Пусть Господь благословит нас проверять, потому что серьёзное слово Господь говорит в конце Своей проповеди. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдёт Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Пусть Господь нас благословит проверять себя, быть настоящими гражданами Царства Небесного, возрождёнными людьми. Аминь.